Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В муниципалитете прошла научно-практическая медицинская конференция. Судя по описанию, перспективы действительно большие, возможности тоже хорошие, которые нам подходят по профилю. Автопарк МБУ-Благоустройство пополнился новой уборочной техникой. Данная техника хороша тем, что она новая, не ломается, что позволяет нам быстро и качественно убирать территорию. Прошел первый в 2023 году муниципальный форум «Управдом». Мне хотелось бы узнать, когда будет разыгрываться тендер, ну и когда будут проведены работы в МАДОМе. В муниципалитете прошла научно-практическая конференция, собравшая специалистов из разных городов России и Беларуси. Наша съемочная группа убедилась, видновские врачи всегда готовы к освоению новых, самых современных практик на благо пациентов. Здесь у меня нет души. Инновационная методика лечения ран с презентацией уникального эрбиевого лазера началась научно-практическая конференция в Видновской районной клинической больнице. Производители этого медицинского оборудования приехали из Беларуси, а гостями мероприятия стали ведущие хирурги из разных городов России. Это я думаю, что это будет достаточно хорошим процедуре и таким видимо образованием для нас всех, чтобы понять, какие еще есть методы, современные методы лечения. Это даже не аппарат, а настоящий лазерный центр, позволяющий решать сложные задачи. Быстрое заживление гнойных ран, реабилитация после ожогов, лечение трофических язв, пролежние рубцов. Плюс процедура безболезненна, не требует анестезии и позволяет пациентам восстанавливаться в более короткие сроки. Основная область применения – хирургия. Он зарекомендовал себя с самой лучшей стороны в лечении хронических ран у тяжелых пациентов. Например, в нашей клинике большая категория пациентов, которым выполняется трансплантация органов. И на фоне иммуносупрессии, иммуносупрессивной терапии, которая обязательно сопровождает трансплантацию органов, у некоторых пациентов раны не заживают. И вот мы используем нашу технологию и заживляем эти раны. И в данном случае альтернативных вариантов практически нет. Сейчас лазерные технологии пользуются большой популярностью во всем мире и прочно обосновались во многих врачебных протоколах. Готовы к освоению новых методик и видновские хирурги. Такое оборудование у нас впервые в клинике. Судя по описанию, перспективы действительно большие, возможности тоже хорошие, которые нам подходят по профилю. То, что предлагает производитель этого аппарата, он расширит наши перспективы и возможности в лечении водонных ран и осложнений. В ближайший месяц лазерный аппарат будет находиться в Видновской больнице. Наши доктора смогут оценить его возможности в работе. После чего руководство ВРКБ примет решение о необходимости закупки. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Виднет-ТВ. Накануне старта месячника благоустройства автопарк уборочной техники Ленинского городского округа пополнился новыми машинами. Уже сейчас их можно встретить на улицах города. Тему продолжим в нашем сюжете. В МБУ благоустройства произошло обновление автопарка уборочной техники. Теперь пешеходные зоны и дворы города будут приводиться в порядок с помощью новых машин. Мы закупили 10 единиц тракторов МТЗ-82 с нависным оборудованием. Это отвал, щетка, также пескоразбасователь один. Также закупили и поставили нам фронтальный погрузчик Амкадор и 6 мини-погрузчиков Четра МКСМ-1000. Техника закуплена на денежные средства, выделенные администрацией Ленинского городского округа. Еще 8 тракторов МТЗ-82 получили от главного управления содержания территорий Московской области. Уборочные машины всесезонные. Зимой они могут бороться с последствиями снегопадов, а в теплое время года заниматься уборкой улиц от грязи и пыли. Вот сейчас, особенно в переходной период, это также подметание с увлажнением. Это на щетку вешается бочка для увлажнения, чтобы не было пыли. И прицепляется бочка прицепная. Это для уже полива, мойки твердого покрытия. После зимы город будет очищен от остатков песко-соляной смеси. Уже сейчас новая техника используется на улицах города. Машинист трактора Дмитрий Черкасов отметил, что новое поколение спецтехники более удобное в управлении. Вот мы сейчас получаем новую технику, современную. Она нам необходима для уборки улиц и территорий города. Данная техника хороша тем, что она новая, не ломается, что позволяет нам быстро и качественно убирать территорию. Ежедневно на линию выходит 44 единицы уборочной техники. А 1 апреля в округе стартует месячник благоустройства. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Гульнар Балаева, Видное ТВ. В историко-культурном центре прошел первый в наступившем году муниципальный форум «Управдом». В ходе встречи на вопросы жителей многоквартирных домов отвечали представители администрации Ленинского городского округа, сотрудники коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций. И подробности в сюжете Натальи Буслаевой. Председатель дома номер 3 поселка Новодрожино Елена Степанова – постоянный участник форума «Управдома». На каждом собрании ей удается разобраться во многих проблемных темах, которые волнуют жильцов. На очередную встречу Елена приехала уточнить сроки ремонта фасада, восстановление зеленой зоны во дворе и другие вопросы. Новая программа у нас с фондом капитального ремонта – это «Колясочные». Мой дом проголосовал за этот вид работы в моем доме. Мне хотелось бы узнать, когда будет разыгрываться тендер, ну и когда будут проведены работы в моем доме. Основные темы, которые обсуждаются в ходе форума, обязательно обговариваются с жителями и старшими по домам. Мы заранее в чаты пишем, в то же самое у нас есть чат-ассоциации, спрашиваем, какие вопросы на данный момент злободены, кого что больше всего интересует. И потом выбираем основные вопросы. На собрании рассмотрели вопрос перерасчета платежей за вывоз мусора за период временного отсутствия проживающих. Постановление о том, что можно будет делать перерасчет при отсутствии более пяти дней. Это очень многих жителей интересует. Мы хотим задать вопрос, узнать, как. Потому что в квартире может проживать пять человек, если один отсутствует, нам интересно, как этот перерасчет будет осуществляться. Либо это только одинокопроживающие смогут, да, потому что это же с квадратных метров. Но один человек уехал, понятно, а остальные-то на месте. Так, выданное укомоноченным лицом садоводческого или огородовательского, негомерческого товарищества, ну, соответственно, иные документы, которые, по мнению потребителя, подтверждают факт и продолжительность временного отсутствия потребителя в жилоте машины. Еще одной темой форума стал месячник благоустройства, который стартует в муниципалитете с 1 апреля. В мероприятиях по приведению в порядок общественных территорий примут участие около тысячи человек и 250 единиц специальной техники. Центральная площадка местам, городские парки, скверы, общественные пространства, местопарки, объекты инженерной лимфы. Дипломирование проведения пяти субботников. В первую очередь будет организован вывоз сущегося мусора, образовавшегося после схода снежных навалов. Задавала на совещании вопрос с мед, опиловка. Куда это будет все сгружаться и кто за это будет отвечать? На каждой точке проведения субботников будут организованы места, где вы сможете складировать мусор, собранный в ходе субботника, после чего его оттуда заберут. Все вопросы жителей, которые не вошли в повестку форума, но являются острыми и актуальными, были внесены в протоколы, будут рассмотрены в рабочем порядке. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Больше года в Ленинском городском округе проходит акция «Книги Донбассу». За это время было собрано и отправлено в Донецкую и Луганскую народные республики тысячи книг. Они призваны не только разнообразить досуг маленьких жителей новых территорий России, но и помочь им на уроках русского языка и литературы. Достоевский, Толстой, Тургенев и Гончаров, Катаев и Пастернак. На обложках этих книг имена десятков писателей, без изучения творчества которых не могут обойтись школьные уроки. Волонтеры из молодой гвардии «Единой России» сортируют драгоценные тома и бережно упаковывают. Скоро этот груз отправится в путешествие. Лучший друг ребенка – это книга. Дети, которые долгие годы ждали присоединения к России, должны иметь возможность свободно читать на русском языке, говорить на русском языке. И именно с такой целью запущена акция «Единой России» – «Книги Донбассу». Раньше книги принимали только в партийном офисе. Своеобразным развитием и расширением проекта стало размещение пунктов сбора в пешей доступности для жителей многоквартирных домов. Один из них в январе открылся в УК Купеленко. В ее управлении находится 40 домов, в которых проживает порядка 25 тысяч жителей. Многие из них с теплом откликнулись на призыв партии «Единая Россия». Мы благодарим всех неравнодушных жителей, которые приняли участие в акции. Книги для Донбасса сегодня наши книги отправляются в пункт назначения, в библиотеки. Будем надеяться, что наши жители, новые жители нашего государства, будут читать эти книги. Старт акции был дан в России больше года назад. В Ленинском городском округе на протяжении всего этого времени в ней принимают участие сотрудники творческих и общественных организаций муниципалитета, представители бизнес-сообщества, учителя и ученики школ, неравнодушные жители. В Ленинском отделении «Единой России» было собрано свыше 17 тысяч книг исключительно русской классической литературы, которая будет доставлена в библиотеки новых регионов для пополнения библиотечных фондов, школьных фондов, для того, чтобы дети имели возможность читать на русском языке. Акция будет продолжаться, ведь каждая книжка – это возможность для многих мальчишек и девчонок прикоснуться к жемчужинам русской литературы. И чем больше людей присоединятся к акции, тем быстрее будет решена эта задача. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. В детской школе искусств поселка Развилка работает множество музыкальных направлений. А вот, к примеру, класса виолончели пока нет. Но, возможно, он скоро появится. Чтобы ознакомить учеников с историей этого музыкального инструмента, с концертом лекции ДШИ посетил заслуженный артист России Игорь Зимин. Музыканту аплодировала наша съемочная группа. В этот день со сцены детской школы искусств поселка Развилка звучала русская классическая музыка великих композиторов. Рахманинов, Скрябин, Чайковский, Римский-Корсаков и другие именитые авторы в исполнении московского дуэта Игоря Зимина и Юлии Бурылевой, союз которых в этом году отмечает 20-летие творческой деятельности. Мы бы хотели пробиться к душам ребят, потому что музыка у нас русская. Русская музыка, она очень душевная, а даже, можно сказать, духовная. Игорь Николаевич очень, как лектор, интересный он расскажет, будет готовить каждой пьесе, он будет ребят готовить. И вот после его маленького вступления по-другому слушается музыка. Мы на самом деле именно в духовном, надеемся, отклик. Заслуженный артист России, виолончелист Игорь Зимин в детской школе искусств сегодня не случайно. Отделения по этому музыкальному инструменту в дыше и пока нет, но среди учеников ощущается высокая потребность. Маэстро пригласили, чтобы рассказать воспитанникам об истории виолончели и продемонстрировать виртуозную игру. Это очень известный музыкант российский, очень известный педагог. Он очень строгий, он очень интересный, он очень талантливый, он прекрасный исполнитель. И вот он пообещал мне при последней встрече, что специально для наших детей он сделает такой экскурс в раздел «Русская музыка». Сам артист к искусству относится философски. Кажется, готов говорить о нем часами. Считает, что музыка – это то немногое, что осталось от рая. Вот эта благодатность в музыке, то гениальное, что вложено в композитор свыше, для чего-то нам оставлено. Когда говорят, вот есть современная музыка, а есть вот несовременная. Ну, более современная, чем вот то, что оставлено, и прошло проверку веками. Она само по себе за себя говорит. Конечно, естественно, если она оставлена, то опять зачем-то. И, соответственно, музыка, она воздействует на те тайны человеческого сердца, которые зачастую человек сам себе не может даже признаться. Администрация Ленинского городского округа идею создания в развилке класса «Виолончели» поддержала. Открыть направление планируется к сентябрю. Мы вообще настроены на то, чтобы наши дети имели право выбора. И оно, это право у них есть. Потому что в наших музыкальных школах орган, в наших музыкальных школах гусли. И вот сегодня, пожалуйста, «Виолончель». Спасибо огромное организаторам, руководителям наших детских, удивительных детских музыкальных школ. Этот вечер подарил гостям массу впечатлений и полезной информации. Организаторы надеются, что в следующем году на сцене с «Виолончелью» выступят воспитанники ДШИ. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. ВиднетВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.